значит мы сегодня поговорим о некоторых аспектах теории вот я предлагаю чуцерную теорию но не того чем и в релье на реакциях обычно занимались то есть всегда это у нас было реакторы типа россии то есть никель и водород и ну вот и и не другие подобного типа ли фрешмана пункта когда там тоже палатливые электроды которые насыщаются детями после этого там наблюдают слабые нейтронное излучение но не только слабые нейтронные излучения там еще есть и третий всякое прочее прочее и вот мы этим постоянно занимались а теперь я предлагаю рассмотреть другие работы связанные с деятельностью в первом очереди анатолия васильевича вачаева формальное руководство из его постоянный соавтор это доктор техничеслав николай иванович иванов в общем и как теперь удалось узнать и галина павлова она оказалась дочери вачаева вот то видео которое выложил по поводу его кандидатской диссертации это вот она дочь вачаева оказалась они вторым опубликовали большое количество работ которых я был когда-то пытался ну честно сказать игнорировать но по очень простой причине потому что результаты были совершенно дикие шокирующие поэтому я в них как бы так и не верю но вы представляете эксперимент флешмана полоса куча народа все это проверяют там месяц где дитерируют этот самый палладий потом кто-то видит кто-то не видит слабое нейтронное излучение все радуются это это не как бы не признаются а тут работает установка туда поступает вода или какая-нибудь эмульсия из какие-то стоки либо какая-то эмульсия каких-то а шлаков и на фоне из этой самой воды через пропускание 3 тут выходит тоже суспензия нужно металлическая в основном железо и все под ним по метам магний но зависимости от 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 входящей воды магний и все это килограммом это по установку отчаева энергонила главные нога не ваги вот так а так она вот странным образом работает ну вот хочет сказать вы ребята еще охренели у вас там на кубометр воды больше 200 килограмм железа выходит как такое вообще может быть вы через не пропускать как это может быть так вот на самом деле эксперименты вачаев уже умер эксперименты вот эти подтверждены достаточно большим количеством исследователей просто я объясню еще почему установка вачаева так тяжело в настройке в работе вот сейчас есть у нас товарищ в объединенном институте ядерных исследований в дубне работает он тоже конечно это прямо не признается у него существует существует реплика подобного рода типа и это реп реплика работает уже не так хорошо как установка вачаева например на тысячу попытков запусков вот этот самый плазмой появляется десятках случаев и нарабатываются там не цепь неры воды до не со днями металлов а килограммы вот так она выглядит как она выглядит давайте нарисую ее общую схему сейчас расскажу значит ее смысл состоит что организуется специальным образом сгусток плазмы устойчивый так называемый плазмоид и через него попускается вода вот это самое главное что надо значит вот это значит она ситуация вот у вас здесь есть как бы электроды между ними какое-то расстояние ну часто это 8 миллиметров все здесь зажигается подается некое напряжение да здесь здесь как бы трубка трубка сюда подается вот это либо суспензия либо вода вот сюда нападаете ну что выстроить могу сейчас дорисуюсь там и вот здесь тоже подается определенного рода напряжения сюда тоже вот такая простая схема здесь у нас вот этот плазмоид образуется сюда это происходит сюда поступает вода с какой-то скоростью достаточно большой там метр в секунду и вот и здесь сюда она выходит значит охлаждение да но из этой охлаждающейся охлаждающей воды том числе для охлаждения мир вместо этой воды выходит здесь пенсия металлическая в основном железо кремний магний все чего угодно что тоже можно подавать успеем и суспензию всевозможны из этой суспензии будет и это не будет зависеть здесь химический состав вода проходит непосредственно через разряд и выходит кость него я даже так или правда не знаю там один раз зажигается потом горит здесь возникает ток еще ток-то понятно ток идет через через вода ток сильного напряжения катушка это конденсатор и здесь у нас тоже возникает возникает ток здесь тоже ток он начали подается а потом когда это столько работали начинать сильно усиливаться потом последние данные говорят что это не простой ток а так называемый обратный то есть его носители выступают не электроны а позитроны по позитроны и все протоны не позитрон то вряд ли конечно ну то есть какой-то положительный носитель и вот он дикой силы возникает это определить не сложно до ляже споза другая почему долгая полярность ну вот обратно носители другие обратный ток вот обратный то значит вот такова ситуация то есть эта установка не только работает но она еще и вырабатывает не только нарабатывает большое количество всевозможного веществ первую очередь железа но просто и буквально из воды из ничего ну представься она не на дистилляты даже пускали надо сделать это же вырабатывает потом я оставил химический состав нет реально то есть там никакие не примеси то есть она реально на воде делает и на суспензия ты нам можно помирать и взять и отходы со свинофермы ты можешь взять отходы химического производства изначально но для утилизации отравляющих веществ со сроком годности делалось ты смешиваешь их с водой пропускаешь сквозь эту установку и они превращаются во что-то но возможно опять зависит от химического состава что у тебя сон на вход идет то это у тебя разный химический состав это мелкий дисперсионный порошок образуется то есть такая же суспензия только растворенная в воде вот такая ситуация ну то есть представьте себе вот всю дикую ситуацию да существует металлургия что-то либо еще а тут просто из воды пропускает через какой-то загадочный плазмоид значит через загадочный плазмоид ее пропуская мы получаем все практически всю таблицу мудилея потом очередь нам нужно то есть и самое главное никакого вредного излучения это просто милкает кота вот заводить собака да значит вот так и такова она ситуация то есть когда я сперва с этим познакомился мне не напомнился известный анекдот а я что как снимали фильм 17 мгновение весны все его помните да это значит там была такая сцена штердис идет по коридору и надо было коллег большое количество эсэсовцев набрать вот ну и объявили объявили набор вот этих самых эсэсовцев тут началось раечка это тебе звонит сарочка тут пять рублей платят за неполный рабочий день то там на маечка это тебе звонит раечка это ты мне позвонила сарочка и потом значит приходит помощник из режиссера на кастинг а там толпа народу стоит все как они на лицо чистые лица на них посмотрел здесь точно так же вы понимаете люди там большим трудом чего-то получают слабое метронное излучение где-то там деталируя месяцами воду деталируя палладий месяцами а тут магнитогорской горно-металлургической академии один энтузиаст получает это дело просто тоннами просто тоннами из водных шарах всевозможные металлические порошки это кажется совершенно диким потому что эксперимент еще достаточно простой но к сожалению он простой это простой но требует большого искусства экспериментатора а почему а потому что вот этот плазмоид он организуется очень сложно вот эти электрологи имеют свойство очень быстро выгорать и тогда плазмоид исчезает когда здесь возникает обычный таковой разряд он начинает трещать ветвиться и весь эффект полностью пропадает только тогда когда вот этот самый плазмоид существует если это плазмоид существует то такой эффект и есть может это железо с этих электродов а железо с этих электродов а не медленно это не с него но вот и поставь тебя два небольших электрода у тебя на выходе тонна железо объем воды какой нужно пропустить что получить тонну железо но там где-то на сотню килограммов кубометра воды ну приблизительно да 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 из кислорода из воды из примесей секи но при примеси не железные момент он да здесь сотня килограмм иногда больше на 200 кубометр воды 200 кубометра парадигме металлургии за это почему за счет него горно металлургическом антагроска компании схватила свое время как а смотрели что на выходе что на входе до воды да конечно и что но куча эксперимента проводилась так что чтобы давали на вход воду например был один эксперимент подавали то что они называют дистиллятом он не дистиллят потому что для дистиллят тебе нужно праж быть сильно и у них по-моему был другой 6 плане и 6 не судя на выходе что она она выходе опять железо кремнии еще фигня всякая то ли счет это все это килограммы воды него и вода конечно вода и все это килограмм то есть я представляю себе дикость вот этой ситуации ну я вам попомню и другой портал вины и миры прямо точно 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 так же но я поставлю тоже дикость вот например вот эти странные эксперименты начала 20 века когда в кронштадте на башне загорать зажигали дуговой разряд а сделал там в центре города петербурга опилки слепались вы представляете что совершенно невозможно опилки слепались опилки просто пилки были опилки в колбе ты зажигаешь его разряд железные опилки спекаются он согласен что тоже быть не может никакой случае не может писан дмитриевич бывают чудеса поэтому они чудесами называются что редко символично что сегодня в канун рождества нет я просто то что я пропилки говорю это классический эксперимент попова по умножению радиоволн между прочим загорался в этом разряд и и начинали слепаться опилки то что люди придумали это специальное устройство которое после каждого сеанса по поводу скидывали скидывал эту структура встраховала колбу и вот и снова должен был ждать пока не слепился и вот вот так появилась азбука молзы но тем не менее вот мы все пользуемся тем же самым упользуем сотовыми телефонами но согласитесь что если человеку вот так описать не знаешь что это в чем это был а происходило именно так хронштаде дуговая это дуговой разряд здесь а там у него это спортзале центре центре петербурга рядом со зданиями двенадцати коллеги потом честно не по спортзал вот там слепались опилки это тоже кажется странным и здесь точно также подаешь воду там какой-то висит какая-то хрень такая сияющая а у тебя получается все что угодно я сам хотел этот пример рассказать сейчас вот начал готовится убил что то же самое пример с поповым тонну возрасте через восьми миллиметровые да где-то 6 метров в секунду она у него работала долго есть в диссертации в диссертации павловой есть например фотографии как эти электроды вылезать сейчас это также и возникает вы понимаете да они начинают выгорать у нас состояние увеличивается и соотношение между скоростью воды и всем прочим нарушается и возникает обычно долговой разряд и становится это совершенно невозможно подобного водоречия поэтому вы конечно когда с этим делом первую очередь сталкиваешься ты хочешь сказать ничего вы охренели что ли совсем что как с этими лицами которые пошли на кастинг на роли сессов 17-м довезли дети сарочек там мальчик и ральчик вот это значит такая 8 миллиметров 8 миллиметров это примерно 20 киловольт если 50 если 50 миллиметров но разные вот этот плазмоид он сидит я бы что порядок был объем этого плазмоида порядка пяти кубических сантиметров то есть совсем небольшая штука его что-то там такое происходит грубо говоря у тебя если с той же машиной сравнивать у тебя сейчас зажигание 8 миллиметров современных машинах искровой разряд дается 20 киловольт ну и там еще катушка магнитная есть но есть вот такая такая устройство причем там среда среда примерно такая же как здесь получается этот бензовоздушная смесь которая поджигается здесь здесь еще очень тоже важно важная вещь которого вы должны все знать и если приз при скоб при такой большой скорости про это самое про прокачки воды и вообще сомневаюсь что там будет разряд ну вот они вот зажгли это вот но фактически но в ясно ясно если посчитаешь его объем то увидишь что это не имеет никакого отношения химической реакции ты ядерная реакция то есть они там на 5 порядка превосходит горение вот эта самая смесь на 5 тебя идет ядерный процесс как он не может там гореть смесь поток воды которые проходите через это самое не невозможно поддерживать этот самый дуговой разряд но это не дуговой разряд это специальная штука плазмой как появляется дуговой разряд они говорили какой они поддерживают напряжениями но там как какие-то разряды я не знаю какие токио не мере там и там это есть не можно посмотреть я же выложил эту диссертацию полу там ядерные реакции какая-то для проведения ядерной реакции какие нужны энергии какие нужны энергии для проведения ядерной реакции но вот такие есть вот они там и есть вот сейчас вот которые пытаются в удобнее восстановить у них все горит на обратном токе там сумасшедшие токи возникает ну что здесь еще самое самое чудесное что может быть произойти его со всем этим мочаевским генератором мы всегда знаем что к если у вас есть трансмутация веществ каких-то то у вас всегда что-то образуется не в основном состоянии а возбужденным на любой атом тебя например ты можешь там не когда-то нейтрон захватываешь или протон что-то на ускрытие у тебя встал в возбужденном состоянии он должен релаксировать к основному состоянию ядерному он раз релаксирует это всегда гамма при сотня килограммов нарабатываемых новых веществ у вас обязательно гамма да у вас гамма такая что у вас в районе там нескольких километров от в окрестностях магнитогорска ничего живого не останется но это серьезно это будет гамма и тем не менее это конечно по моему не мерилось у них никогда но то что группа экспериментаторов жива заключение собственного чаева показывает что никакой гаммы не было поэтому надо объяснить почему вот эти вещества не только образуется заново но с другой стороны с другой стороны надо понять почему у нас нет гамма ни в коем случае и люди пытаются поставить какие-то теорию вот есть по моему гринёв да человек зовут у него сайт они говорят о кристаллической структуре плазмы что плазма где мол она себя может быть построен кристалл где протоны электроны будут шередоваться будет что-то такое стоять то что они предлагают это совершенно мне кажется неадекватным потому что физика и формула которую они пишут они неправильны поэтому я вот сегодня постараюсь предложить я придумал опять очередную теорию которая как раз вот этот эффект на мой взгляд объясняет и объясняет хорошо чем она состоит значит мы уходим самое главное от обсуждение основного состояния а приходим к языку так называемых квазичастицы что такое квазичастицы как это вот квазичастицы ну вот например когда мы самые популярные квазичастицы это когда у нас есть какая-то кристаллическая решетка да это кристаллическая решетка например она живет своей жизнью она живет своей жизнью вот мне есть возбуждения некоторых ты перешidge и возбуждаешь этих возбуждения всякие колебательные возбуждений называется ва самом и то есть они просто колеблются они тоже фронтуется вот я мог бы 10 магнитики такие стоять она ниже температуры точки пихи или это же может или вот это будет магнитный возбуждение будет называться манам есть у нас например экситоны когда мы опять отказываемся рассуждать об этой решетке, нас интересуют только две позиции. Связанное состояние, скажем, дырки и электронов. Хотя это очень условно, дырки и электроны. В каким-то случаях можно говорить об электронах в газе, тоже как о квазичастицах. Но тогда, когда это, грубо говоря, не электрон прыгает с атома на атом, а когда у нас электроном, квантом заряда, мы говорим, что это просто некоторые флуктуации, зарядная плотность около атома, она тоже каким-то образом. И вот такая волна этой области пошла, как и волна. Поэтому в физике есть такой популярный язык, когда они говорят, что мы представляем себе твердое тело как газ квазичастиц. То есть у вас, например, попадает электрон, он с чем взаимодействует? Он с квазичастицами взаимодействует в первую очередь. А эти квазичастицы, в первую очередь, это что такое? Это фаноны, то есть кванты колебаний. То есть мы представляем себе газ, заменяем, превращаем его в некий набор частиц. То есть ниже точки крюли, то еще магноны. И вот мы таким образом живем. Нам потребуется другая штука, которая, вот у нас есть плазмоид, а есть плазмоны, тоже квазичастицы. Когда мы, грубо говоря, в плазме же там у ней ядра ободраны от электронов. В хорошей плазме не полностью ободраны. И у вас электронный газ летает самостоятельно. И вот эти колебания мы можем называть плазмоидами, будем называть плазмонами. Вот такой вот странный язык. Я хочу напомнить, что все-таки говорить о них, как о частицах, это неправильно. Потому что, например, две фанона. Для него отсутствует координатное представление волновой функции. То есть это, в первую очередь, волна. Ведет он себя ровно так же, как фотон. Фанон ведет себя, как фотон. Очень похож. Единственное, у него есть так называемый закон дисперсии. Закон дисперсии – это связь между импульсом и энергией. Для электрона это так. Для электрона, допустим. Ну, для нормальной частицы. Энергия там пропорциональна P квадрат. Для фотона она пропорциональна P. Это закон дисперсии. А, например, для решетки, для фанона. Для него он произвольный совершенно, этот закон. Этот закон может быть в зависимости от конфигурации решетки. В разных направлениях этот закон разный. Но мне вот этот язык, он чрезвычайно важен. Поэтому меня абсолютно не интересует, из чего не устроен этот плазмоид. Его структура, она не важна. Важно видеть, и это точно доказано, что это некая фундаментальная структура. То есть все частицы там двигаются по каким-то траекториям устойчивым. То есть она, как бы вот эта самая штука, может рассматриваться как определенный вакуум, на котором мы вводим понятие квазичастицы. Что это означает? Это раз у нас есть вот такая вот эта структура, в нее вылетает ободранный, например, кислород. Ядро кислорода она вылетает. Теперь представьте себе, что здесь у нас как бы вот есть она квазикристаллическая, или что-либо еще, или какие-то они здесь двигаются по центрам. Значит, что у нас здесь происходит? Вот, допустим, она вот здесь плюс, а вот здесь, если мы имеем в виду некоторые, ну, тоже, допустим, плюс, да? Ну, давайте плюс. Значит, вот она мимо него пролетает. Пролетает она мимо него. Она пролетела, она сообщила, передала ему некоторый импульс. Этот импульс направлен туда, допустим, вверх. Почему? Потому что они отталкиваются. Но поскольку мы говорим об этой структуре, как о некоторых колебаниях постоянных, у нас О улетел в откислород. Далеко-далеко улетел О. Теперь эта самая система, она у нас начала свои колебания, пошла в обратном направлении. Ну, как гармонический маятник. Что это означает? А это то же самое, что когда она вернется. Что у нас здесь появится, как будто она вернется в противоположную ситуацию. Тот же самый кислород пролетает, той же самой скоростью, но только с отрицательным знаком. Понятно, да? Ситуация. Гармонические вычисления. Вот сюда пришел, толкнул, и пусть он направлен вверх. Теперь она провела гармоническое деление, вернулась она обратно. Тогда эта картинка будет ровно такая же, направлен в том же направлении, направлен ровно вниз. Вот так, что у кислорода у тебя знак отрицательный. Да? То есть, тот же самый это вещь. То есть, у нас оказывается, что первые... И вот этот кислород улетел. А теперь у нас идет второй кислород, допустим. Это атом кислорода? Ядро. Ядро кислорода. Плазма, бодромое все. То есть, с минусом, значит, личный метр. Нет, это означает, что это как бы некий виртуальный О, ядро кислорода, у которого знак прямо противоположный. Ну давайте вот это... Ну... Как вот? Ну вот я и рассказываю как. Ну это как бы. Как бы. Как бы. Для расчета. Игорь, а вот такой вопрос. А аналогичный механизм светопроводники, там же тоже будет то же самое. А как этот механизм приводит к силе притяжения между двумя электронами? Ну очень просто. Вот я просто до этого не рассказал. У нас ровно, чтобы я не говорил, что это ровно аналогичный механизм фанонного взаимодействия в сверхпроводнике. Низкая температурная сверхпроводимость, вот этот механизм, я его оттуда и заимствовал. По большому счету. То есть, так называемые куперские пары. А что такое электроны? Электроны у них одинаковые заряды. Значит, они отталкиваются между собой. Спарить их, создать из них нечто очень сложно. А куперские пары, это когда у тебя, грубо говоря, связаны два электрона с противоположными спинами. Вот они как бы так связаны. И у них тогда суммарный спин равен нулю, допустим. Раз у них суммарный спин равен нулю, то это значит, что они начинают вести себя как бозоны. Это означает, что они могут накапливаться бесконечно на одном и том же состоянии. Да? На нижнем. А как обычный электрон двигается? Он когда идет-идет, он видит, что это состояние он фермион. Это состояние у нас занято. Раз это состояние у нас занято, то это означает, что он должен переходить на более высокое энергетическое состояние. Идет-идет на нем, потом еще на более высокое. И всякий раз, когда при движении электрона, он потребляет энергию. То есть, его надо выводить на более высокое энергетическое состояние. Когда у нас небозоны То они все могут вместе скапливаться На нижнем энергетическом уровне Во втором представьте себе Что одна из этих пар будет разрушена Хоть какая-то Когда она разрушается То она таким образом Запирает все остальные пары Здесь внизу Потому что разрушение остальных пар Оказывается невозможным Потому что если какой-то отсюда вылетит электрон Он будет ровно такой же как вот этот Что принцип Паули запрещено И возникает знаменитая щель в спектре И вот так устроена сверхпроводимость Знаменитые куперовские пары Они за счет Вот так они и работают Осталось понять Каким образом два отрицательных Заряженных частицы, два электрона Могут притянуться друг к другу И поэтому Ими было присмножено Следующая технология У тебя стоят атомы И вот у тебя налетает У него здесь плюс У атома минус И вот электрон прилетел Он передал ему импульс Это импульс здесь будет в протяжении И вот этот самый атом Он поехал вперед Сюда К нему Хопа Электрон быстрый Он тяжелый, массивный, медленный И он туда далеко-далеко улетел Иногда на сотни атомов вперед За это время Тот колеблется сюда Здесь налетает второй электрон Второй электрон сюда летит А поскольку вот эта самая штука Колебательный маяк не сделала У нас здесь как бы появилась Как бы виртуальная частица Дополнительная Но уже со знаком плюс Понятно, да? За счет маяк И здесь вот Типа фанома что-ли? А? Типа фанома что-ли? Нет Почему фанома? Точно такого же электрона Только с другим знаком Я говорю по смыслу такого же Нет Вот эти колебания Вот эти самые колебания системы Это как бы фаномы Да его по физике нет этого Как? Именно по физике это и есть Нет По физике-то его нет Откуда он там появляется? За счет фаномного взаимодействия То есть таким образом Оказывается между здесь электроном И здесь электроном Вот этим полетевшим электроном У нас как бы оказывается Некий посредник Путем колебания Кристаллической решетки И эта кристаллическая решетка Заставляет в этой штуке Таким образом По механизму спариваться Понятно? Или непонятно? Фаномная дырка типа Как бы плюс это Нет? Ну нельзя сказать Что она фаномная дырка Почему? Ну у тебя Кристаллическая решетка Деформируется таким образом Вот она деформируется Она качается Как гармонический осциллятор Она Когда ты прилетел Она к тебе пришла Хопоток Потом пошла в обратную сторону Этот момент улетел Когда она в обратную штуку Ушла Ты воспринимаешь Вот этот самый электрон Как будто здесь появился Электрон с противоположным знаком Поскольку она пошла в другую сторону Ну как гармонический осциллятор И здесь прилетел этим И у нас Вот эти две частицы Получается, что могут спариться Поскольку у них знак-то тебе Противоположный Понятен принцип? Ну и вот таким образом Путем длинных волн То есть вот этот самый электрон Вот таким образом То есть у тебя возникла Как такового там нет положительного электрона Там просто некая область Ну нет У тебя получается Через 100 атом Я понимаю, что дырка Через 100 атом Благодаря фаномовым взаимодействия У тебя возникло между ними притяжение Ну у тебя же возникло притяжение между ними Вот это когда пролетает У него действует некая сила притяжения Ну вот такие На самом деле Это еще все равно Даже на таких вещах Наглядно понять невозможно Это чисто там Кванто-механический расчет проводится И показывается, что Система с двумя электронами Она Как бы Ну В смысле Они притягиваются друг друга То есть она Им более выгодно занять Наименьший энергетический уровень Это понятно Ну тем менее Физика вот такая То есть как бы у нас Происходит взаимодействие Благодаря Посредничеству фаномов Откуда там железо появляется? То есть она разлагается На атомы водорода Которые В итоге Слезные Смотрите Что здесь вам Как надо быть Что у нас является Проклятием Всех ядерных этих штук Ты можешь например Кислород плюс кислород собрать Но ты их не можешь Почему? Потому что Прежде всего у тебя Сила Кулоновского Расталкивает Я понимаю Здесь в данном случае Идет разложение воды Фактически На водород Который очищен Чистый плюс То есть ядро водорода Нет водорода Кислорода Кислорода Водорода Чего угодно Чего-то попадает Ну неважно Соответственно Надо сказать Поскольку присутствуют Атомы водорода Они возможно Каким-то образом Происходит слияние С атомами Кислорода Или с содержимым Чего-то И отсюда Возникают новые элементы Нет Ну вот Значит Вот такова И они вот этот Кулоновский барьер Преодолеть не могут А теперь Представь себе Вот они пошли Гуськом Один за другом А так кислородом И все Кулоновский барьер Преложить не могут Ну за счет того Что у нас Начинаются колебания Вот этого Плазменного Этого шнура То есть его возбуждение Вот эти квазо-чтицы Точно так же Как с феропроводимостью Оказывается Что здесь Между Везде плюсы-плюсы Скажем Посередине Возникает минус Вот он Вот он О-минус И о-плюс И здесь Оказывается Подобного рода Вещь Что между Скажем Двумя Двумя плюсами Возникает Один минус Вот такой Точно такой же Кислород Что это означает Это означает Что Кулоновского Барьера здесь нет И оказывается Возможна реакция слияния Куда он ушел Ну это понятно Ушел поспать То есть Чисто энергетически Так получается За счет колебаний За счет взаимодействия С квази-частицами Возбуждениями Плазменного шнура Если у нас действительно Плазменный шнур Есть некая устойчивая конфигурация Непонятно какой То у ней есть Некоторые Минимальные возбуждения То есть кванты Ну вот их можно Плазмонами назвать Можно как То есть Плазмоны-плазмоиди Вот так их можно назвать За счет этого Поскольку они колеблются То они как бы То они как бы Индуцируют Как бы некую Такую частицу Которая Ровно то же самое Кислород допустим Но он обладает И отрицает другим знаком И за счет этого Куломского барьера нет У вас вместо Куломского барьера Есть как бы Грубо говоря Даже притяжение Это вот как бы странно Но это вот именно так Для слияния ядер Да Они подходят на близкое Расстояние Там начинают действовать Ядерные силы Не Ну там понятно Сливаются Виртуальные Нет Сливаются Настоящие частицы А там настоящие Все равно У них Какой Твоя Остаются То есть Как раз Наоборот Посередине Нет частицы Как таковой Нет То есть Есть некое Просто Потенциальное Поле Которое Снимает Отталкивание Посередине Между ними Стоит Которая Стоит Там нет Частицы Как такой Там просто Некой Потенциал Который Позволяет Двум соседним Частицам Физики И реальным Существующим Сливцам Вообще Смотри В сверхпроводнике На самом деле Куперовская пара Там образуется Корреляция Просто между Двумя электронами На самом деле А расстояние Притом расстояние Между ними Намного больше Чем Средний размер Атомов То есть Там Как бы Они Не подходят Близко Друг другу Ну они не подходят Там электронный Газ Разреженный Они бы Действительно Они там Не подходят Друг другу А здесь Какая-то частица Прилетела И все Мы про нее забыли Но теперь Образ Тени этой частицы Среди других частиц Появляется Но она Обладает еще Положительным знаком Противоположным Кулоновским Вот такая То есть То что Этого эффекта Достаточно Для преодоления Кулоновского барьера Это совсем не очевидно Совсем не очевидно В сверхпроводнике Такого эффекта Не получилось Ну вот здесь Получается Я знаю Что надо считать По большому счету Да Я просто Просто рассказываю За счет чего Потому что У тебя здесь Порядки Энергии И количество Взаимодействующих Частиц Они Ну там 10-6 10-7 Больше Чем Сверхпроводники Ну плазма Плазма Здесь Порядка Порядка Частицы Одновременно Участвуют В этом деле Порядка Моля То есть 10-27 Степень И вот Вся Частица Она и Продавливает И создает Такой Какой бы Невыносимый Вот такой Эффект Теперь Осталось понять И Когда они Сливаются Они все равно Сливаются В возбужденном Состоянии Да У тебя Появилось Новое Ядро Допустим Оно У тебя Образуется В возбужденном Состоянии И все Кругом Опять Умирают От гаммы Должно Классической Физики Казалось бы За счет Чего Это происходит Теперь Нам надо Воспомнить И поговорить О том Что такое Вакуум Физический На сегодняшний день Физический Вакуум Например Для каждого Поля Для каждого Частицы Он как бы Свой Если у нас Есть электронное Поле Электронно-позитронное То у него Есть электронно-позитронный Вакуум Если у него Есть Электромагнитное Поле То есть Фотонное Поле То у него Фотонный Вакуум Для Скажем Для пиомезонов Свой Вакуум Вообще Существует В Сематической Теории Поля Существует Понятие Вакуума Взаимодействующих Полей Вот Таким Образом То есть Что такое Фотон Это как бы Возбуждение У тебя есть Некий Вакуум Энергия Которого Не равна Нулю Вообще Говоря У него Есть Элементарное Взаимодействие Это Фотон У тебя Есть Фононный Вакуум У него Есть Тоже Элементарное Взаимодействие Это Фонон У тебя Есть Пимизон Уже Настоящая Частица У него Есть Тоже Свой Вакуум Это Тоже Значит Вот Как Два Заряда Взаимодействуют У нас В физике Нормальной Нормальной Физике Как Взаимодействуют Ну Просто Два Заряда Стоят Между Собой Притягиваются С точки С точки Зрения Квантовой Экстродинамики Так Все Тоже Очень Хитро Оказывается Но У нас Два Вакуум Не Просто Такой Хишащий Живой Состоят Из Виртуальных Фотонов Скажем Виртуальных Электрон-позитронных Пар Они Все Время Рождаются Умираются Рождаются Умираются Рождаются Умираются И Вот Этот Заряд С Этими Парами Он Начинает Взаимодействовать Ну Например Какая Там Самая Простейшая Штука Вот У нас Есть Появилась Электрон-позитронная Пара Поскольку У нас Есть Заряд Плюс Вот Это У нас Как бы Электрон То Этот Пар Как бы Немного Раздвигается Возникает Поляризация Вакуума И Что у нас Происходит В окрестностях Двух Зарядов Среднее Вакуумное Значение Оно Становится Меньше Ну Меняется Как-то И Это Мы Воспринимаем Как Притяжение Двух Зарядов Меняется Как бы Энергия Вакуума Потому Что Еще раз С точки зрения Это дико Конечно Звучит С точки зрения Современной Физики Для каждого Поля Существует Собственный Вакуум И Это Есть Ничто Иное Как Некое Кишение Виртуальными Частицами Которые Рождаются Умирают Рождаются Умирают Вот Такая Это Речь Поэтому Когда Мы Сталкиваем Две частицы Нормально Физическом Вакууме То есть Потонном Вакууме Все Что Мы Можем Сделать Это Его Элементарные Возбуждения То есть Гамма Частица Это Элементарное Возбуждение Обычного Вакуума Такова Вот Эта Самая Ситуация Что Здесь У нас Является Вакуум А Вакуум Он Вступает Собственно Плазмоид Поэтому Те Реакции Которые У нас Происходят Тоже Связаны С Возбуждения Вакуума Но Вакуума Уже Своего Вот Вакуума То есть Для Вот Этих Самых Плазмонов Где Плазмоны Являются Волгитарными Возбуждениями Таким Образом У нас Гаммы Нету А Место Гаммы У нас Есть Как Бы Некие Активные Кванты Вот Это Всего Самого Плазмоида И Он Разогревается И По нему Течет Ток И так Дальше Он Разогревается Какие Нейтоны Куда Где Есть Излучение Вообще Не Происходит Гамма Нету Излучение Есть Нету Практически Нету А куда Уходит Энергия Взаимодействия В разогрев Плазмона И В разогрев Плазмона И Вот В Это Самый Ток Он Нагревает Вот Эту Самую Штуку И Все То есть Глубо Глубо Говоря У тебя Есть Вакуум Плазмон По нему Вот Плазмоны Бегают Колебания Элементарные Пульсирующие Как кристалл У него Фаноны Он так Тоже Колеблется Здесь В этом Плазмоиде Тоже Колеблются Как бы Вот Такова Вот Одна Значит Эта Ситуация И Эти Крубо говоря У тебя Две частицы Слились Соединяются Как бы Протоны Да? Ядра Соединяются Да Но Они Как угодно Соединяются Не Ну Вот Смотри Как бы Ведрок Это Ну Это Что Ну 8 8 8 Нейтронов 8 8 8 8 8 А Ты про что спрашиваешь? А Проводород А Проводород Да Это Протоны Да Ну Протоны Здесь Сливаются Здесь Только Я думаю Есть Акты Слияния С другими Частицами То есть Он Часто К другим Частицам Непонятно Там Материалы Суспензии Которые Подаются От Эвоза Она И Появляется По А каким законам про них происходит там, эта вещь трудно объяснить. Но мы же знаем, что там миллионы раз отличаются сечения захвата, скажем, нейтронов для разного рода. Ну, я, наверное, согласно последнему исследованию, если не ошибаюсь, рождение элементов вообще Вселенной происходило при взрывах сверхнов. Может быть. Где энергия была, ну, взрыв сверхновый никак не сравнить с той энергией, которая образуется. Да, но около сверхновой никто не был, по большому счету. Что там происходит, не знают, это все наши гипотезы. Ты пошел, котик, кого-то полюбить опять? Пошел любить. И ты тоже пошел любить, все пошли любить. Встреча произошла, любви не произошло. Не было фанона. Не фанона, не было. Не слились. Мы же не знаем, что там происходит у них. Я понимаю, что не знаю. У нас только гипотезы, что вот такая штука есть. Но это надо понимать, что потому что у тебя обычная реакция, вот у тебя есть фотонный вакуум, и в этом фотонном вакууме ничего другого появиться, кроме как гаммы, не может. Энергия носит только гамма. А здесь у тебя вакуум другой. Условно говоря. Вот такая вот вещь. Вы думали, как фотонного вакуума, это не отменяет нам еще? Ну, это не очень понятно, но на самом деле гамма, конечно, должна быть какая-то. Совсем без гаммы не может быть и рентгеном. Я знаю, вот сейчас большое количество экспериментов ставят, они просто буковой разряд делают, и поток нейтронов, и рентген фиксируют. Но это распространенная вещь. Я всем рассказывал, это шуточный калифорнийский эксперимент, когда люди на барабане просто разматывают скотч. Вы что, рассказывал? Ну, поставили вот такой в калифорнийском институте. Берут обычный скотч, у нас же скотч теперь стал очень моден после появления графена. Со скотчем все что делают? Берут и на барабан накручивают. То есть с одного катушки разматывают, с другой на это. Возникает рентгеновское излучение. Что-то быть не должно по обычной физике. И они взяли палец в нем рентгеновский снимок, его сделали. И выложили, такой ролик есть. По-моему, Калтех, калифорнического института. Такую вот штуку сделали. Вот так они, ребята, приколулись. Ну, может быть, потому что, когда катушка с этим самым разматывается, а там же липкий слой, возможно, возникает где-то электростатка от трения. Просто-напросто большие напряжения. Ну, рентген, да? Рентген. Не, ну, рентген нет. Рентген, наверное, все-таки странно как-то. Почему? Обычная электростатка. Электростатик это да, но про электростатики ты рентгена не получишь. Разряды, почему? Большая электростатика, разряды. Или что, рентген будет? Да. Не знаю, но может и будет рентген. Сомневаюсь, что там рентген будет. Но, тем не менее, вот такие эксперименты делаются. Большие. Такие вот вещи. То есть, реально фиксируют и при обычном дуковом разряде и нейтрон, и нейтронное излучение, и это. Но все это слабо. А здесь эффектно. Почему? Потому что вот искусство, вот этого плазмона, плазмо это не вешают. Ну, очень странный результат. Прогоняяя воду, получая сотни килограммов железа. Кто об этом не знает, работают целые металлургические комбинаты, которые это делают. Гаджеты-дужеры. Ну, видите, я же на данный момент эксперимент поставил по поводу дуга и опилок. Ну, согласитесь, что дико, конечно. Нормой человек. В Кронштадте дуговой разряд, а здесь опилки слепились. Это сам, понятно, просто здесь наглядно показывают, что вот воду пропустили, получили, да. Десять тонн воды пропустили, получили тонну железа. Да, 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 вот так оно и есть, да. Ну, никто об этом не знает. Нет, об этом много знают сейчас. Электроэнергии же сколько еще из России? Нет, электроэнергии будет выход. Выход положительный будет. Да, 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 еще и электроэнергии получили. У Павлова в диссертации, она благополучно, ее отказывались тоже защищать, ей историю мне это рассказали. Она отказывалась защищать ее. Ну, говорили, что этого быть не может, потому что потом их все взяли и привели на установку. Показывали мы эти тонны железа, всю комиссию. Ну, после этого и поставили. Потом, ребята сами, там языка, я долго думал, что такое дитроны. Дитроны, 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 дитроны. Ну, дитроны, это ядро дитерия, ну, по сути. Так у них дитроны, это ядро любого штука, ядро любого вещества. Я думаю, почему это дитрон? Там источник литературы главный, это популярная книжка Шкловского 60-х годов про космологию. И они на нее тоже постоянно ссылаются. То есть, и много там странных, диких вещей, вообще все грязно сделано, написано. Они эту штуку получили в очаги, судя по всему, совершенно случайно. Ну, просто, мы учились плазмоиды получать, а давайте мы с ним что-нибудь сделаем. И на их удивление у них пошел электрический ток и появилось в этом. Изотопный состав, я так понимаю, никто и не мерил, ничего этого не смотрели. И когда это людям это показывали... В каком году это будет? Ну, это какие-то 90-е, не, 80-е, 90-е. Рассвет кашкеровских чумахов. Пытались, они пытались поставить, они пытались поставить на эту штуку. Но на самом деле, оказывается, получить этот плазмоид сложно. Сейчас люди повторяют это, и говорят, ну, на тысячи пусков, десяток удачных только. Несколько десятков удачных. Ну и килограммы, а не тонны уже. Это искусство было, собственно, в очаге. Ну, вот так устроено. Так жизнью человеку устроено. Это, кстати, между прочим... Как Барон Минхаузен через трубу. Да. Это, кстати, очень... ...обжаренный лук. Очень, очень хочу заметить про эту самую штуку. Это, тем не менее, дает, например, физикам шанс. Людям на профессии физики дает шанс. Потому что сейчас очень интересно, популярна эта штука, компьютерный мальчик по вызову, да? Если у тебя что-то не работает, ты называешь компьютерного мальчика, и у тебя работает. Ну, все же знают, все фирмы держат в себя системного администратора. Почему? Потому что Windows имеет привычку иногда не работать, и программы иногда не работают. То есть это такой-то пунктный интерфейс. И здесь точно так же у физиков появится вот такая рода специальность. Человек сидит, у него свиноферма, он такой плазмоет говно от свиней пропускает. И получает там какие-то группы, например. И только железо, а чего-то еще. И она ему еще только... Золотишко нам намыл золотишко. Золотишко, к сожалению, нет. Электричество получает. Да, электричество получает. Топит в себя. Может быть, металлы какие-нибудь более высокого порядка. Ну, в основном железо. Если железо... Какое-нибудь это железо... Ну, надо смотреть. Смотря что у него. Нет, если... У них главная работа, потом они сделают. Вкус это, они суспензию всевозможного рода отвалов получали. Ну, отвалы всякого металлургического производства. И получали много всего интересного. Вот. У тебя сидит, и он вот такого же мальчика по вызову вызывает. А плазмоид не заводится. Нет плазмоида. Он вызывает специалиста, как вот сейчас по Windows. Ну, он вызывает такого. Он ему запускает. У него опять на... Электричество есть. Навоз утилизируется. Металлы добываются. И вот такая эта штука. И надо сказать, что Иванов Николай Иванович до сих пор жив. Учет он на кафедре чем-то там таком занимается. Галина Павлова тоже вполне... Мне, наверное, 50 сейчас тоже вполне жива. Ко всему этому они не возвращаются. Ну, вот такая-то вещь. Это очень странно. Потому что почему общество оказалось готово в нулевых годах вот этим диким эксперименту, когда у тебя разрядно в Камштадте, а у тебя до топилки слиплись. Оказалось готово к этому. И оно оказалось не готово позже к этому. Вот недавно человек, который очень много сделал для популяризации идеи всевозможного ленд-реакции, Влад Жигалов, давал большое интервью Максиму Калашникову на Ройте ТВ. Он говорит, что парадигма полностью изменилась. Что раньше, если ты не знал, как у тебя работает огонь, то ты пользовался огнем. И так происходило тысячадайдин. А теперь невозможно. Если ты сейчас берешь эту самую штуку и ты не можешь объяснить, как она работает, то и общество ее не принимает. Это раз. Во-вторых, сейчас еще другая ситуация. Если какой-то изобретатель или что-то случайно получил, всегда у него оказывается некий человек с деньгами. Который говорит, о, давай мы на этом деле бабла поднимем. Тебе миллиард, мне миллиард, будем ходить богатые и счастливы. И он начинает это дело всеч таким образом скрывать, шифровать, прятать, еще чего-либо делать. Наоборот, чтобы получить денег, чтобы наоборот это пошло в производство в массовое. Ну и не получается. И не получается в результате. Ну в массовое. Вот Росси, у него же там тоже есть какой-то катализатор. У него там, они там сейчас в установке говорят, КПД чуть ли не 20 у него. А у Пархомова, который это дело распорядил, два. А флешминпонс, мемориал, мемориал флешминпонс, они делали-делали. Фигню всякую там получают, там несколько процентов выхода. Ничего не получается. Есть опять эту установку, по большому счету воспроизвели сейчас две группы. Ну вот так достоверно обществу говорить. Обе они в России. Это Пархомов, собственно. Про Росси говорят? Да, про Росси. И еще три человека в Московском университете. Они на проточной воде это дело меряют. И тоже у них это дело воспроизводит. И тоже там КПД небольшие, два-три раза. То есть такие, на уровне теплового насоса. А Росси, вот у него сейчас происходит 400-дневный цикл его мегаваттной установки, в апреле он будет завершен. То у него, значит, говорят чуть ли не 20, некоторые говорят 100. А как там вот устроено, непонятно. Человек там, сколько, 25 лет. Он, между прочим, когда я в эксперименте о инфрокарде познакомился впервые, он пишет, что он сам их воспроизвести не смог. Ну, это бы слабый какой-то эффект в апреле, что у тебя есть против и нитки, и при этом есть аномальный выход тепла. Какой-то чуть-чуть, чуть-чуть. И он его воспроизвести не смог. И это очень странная, странная картина научного этого вещей. Я готов через доклад об этом еще поговорить, обсуждать. Статью, по-моему, его зовут Хью Прайс человека. Он из Квалифронельского университета, философ, по философной техникой занимается. Он опубликовал статью, рассуждая, почему Ленов не признан оказался. Но, тем не менее. Я вам же говорю, что я когда-то тоже об этом... Ну, знаешь, мы, первое, это вы что, охренели, что ли, совсем было? Ну, как вот 17 мегаметров, и, соответственно. Что охренели? Тоннами другие вещества получать из воды или из какой-то сурпензи. И еще электричество делать, и все это. Но, тем не менее. Но, я не знаю, мне вот эта моя картинка, которую я придумал, она мне кажется правдоподобной. Достаточно. В чем проблема? Сейчас с нафигачами в Крым. У них там электричество плохо. Значит, это раз. А воды у них нет. У них, понятно, с водой проблемы. Так а почему? Нет никакой проблемы. С водой проблемы. Можно. О! Я вам говорю, что с водой нет никаких проблем. Просто, я не знаю. Вот. То есть, никаких проблем все это сделать. Но, тем не менее, есть определенного рода реакция. Вот сейчас только что, наконец-то, господин Велихов ушел с поста президента Объединенного Института Ядерных Исследований в Довне, куда сейчас ПИА входит во все это. Ушел с президента. Вот человек, который посвятил свою жизнь уничтожению живой науке в России. Почему? Ну, в Советском Союзе. Почему? Потому что было два грандиозных проекта. Это «Горячий термояд» и «Сверхмощный лазер». Там где-то в проценте 95 на 5. И они именно оказались обе несуществимы, принципиально несуществимы. Я думаю, что Велихов о том, что это «Горячий термояд» невозможен, понимал уже в этом. В конце… Ну, в 70-х годах точно понимал. Ну, тем не менее, он продолжал парить всем этим людям мозги. Ну, ладно, там можно об остальных вещах поговорить. А сейчас он на пенсию шел, стоит ли? Да, да, да. Я перей… Закончил. А сколько ему лет? 80-х годах. 80-х годах. Ну, поэтому он сделал карьеру. Просто там, не помню, была фамилия тоже человек, вот в этом движении был, такие же плазмоиды. Не помню его фамилию, он умер в прошлом году. Значит, мне тоже эту историю рассказали, о чем здесь Велихов. Он здесь куда-то туда, какую-то такую… Я не смотрел работы, поставил что-то типа такой пластиковой улитки. И в результате вот реактор типа Вачаева с этим плазмоидом, у него работал получше. И говорят, что обратился к этому вопросу к Велихову. Велихов это дело запатентовал. Продал датчанам. То есть за 30, то есть за 40 миллионов рублей. Ну, нет, это сплетник, конечно. Я не знаю, сколько все это тестоверно. И отначально эту штуку запустить не смогли у себя. Вот эта самая штука. А после этого сам, собственно, изобретатель, ну, как-то заболел, долго-долго болел. И вот сейчас недавно, он умер год назад примерно. Ну, это тоже слухи. Потому что как-то так получается, что вот это работает, а у тебя в раскряку торчит здесь этот горячий такамачный… такамачный термояд, тут он же сколько, 75 лет торчит. Ну, то есть вообще наука, она удивительная. Мы же в этом году 100 лет со дня формулировки общей теории относительности отмечаем. Вот 100 лет. То есть пор один эксперимент, по сути. Это не эксперимент, а одна вещь, которую она объясняет. Это смещение пергелия в Меркурии. Которые еще 30 теорий тоже объясняют. Тем не менее она считается общепризнанной теорией. Хотя она прямо противоречит здравому смыслу, физическим представлениям. Ну, в частности, в ней не соблюдается закон сохранения энергии и пульса, как мы знаем. У нее появляются всякие дикие следствия. Но они и раньше появлялись, типа черных дыр. Есть прямые космологические наблюдения, которые противоречат этой теории напрямую. Тем не менее она считается ведущей. Если ты будешь делать теорию гравитации что-то другое, не связанное с ней, то, по всей видимости, ты не будешь заниматься физикой систематически уже больше никогда. А будешь простым городским сумасшедшим. Как Филимоника. Филимоника, когда подобные эффекты наблюдал, он был главным инженером большого завода, а после этого он уже только морковку сажал на своей даче, чтобы кормить семью и картошку. И тоже в прошлом году умер. Ну, это вот такая-то вещь. Это очень специфическая вещь, как существует наука, как социальный институт. Это другой большой разговор. Это отдельный разговор. Это другой большой разговор. Почему она... Ну, была же вот от начала XX века, но ведь тоже же дикость. Ты пришел, и там у тебя опилки слипаются. Ну, как такое может быть? Друга в Хронштадте, а опилки на стрелке Васильевского острова. Ну, не бывает такого. Нет, такого не было. Такого быть не может. Не было. Не было? Ладно. Ну, все, да. А вопрос, не посвященный... А гамма-излучение? Вот вы там несколько раз упоминали. Почему оно рождается, а не рождается? Ну... Какой силы? Ну, оно рождается тогда, когда у тебя есть обычный вакуум, у тебя есть обычное возбуждение обычного вакуума, это большой энергетой, это есть гамма-излучение. То есть фотон гамма-излучение. Здесь у тебя вакуум другой. Ну, в общем, когда ядро из возбужденного состояния переходит, из более возбужденного, более энергетического, переходит в менее энергетическое, переходит. Но и лишние энергетки излучает в менее гамма-лучение. Да. И вот это очень ядовитое, да? Ну, оно большой энергии, да. Оно всех убивает. А рентгеновская? Облучение? Орентгеновская тоже всех убивает, но не так сильно. Орентгеновская послабее. Оно возникает обычно, когда ты сильно разогнал электрон, а потом разогнал, затормозил. Как в этих пушках бывают наши. И оно бац, и у тебя... У тебя энергия послабее, конечно, но она все равно высокая. Ну, там, десятки мегаэлектрон. А там гигаэлектроны могут быть, всякие эти вещи. Вот. Спасибо. Ну, все, да? Ну, давайте.